Детское радио представляет Сказки народов мира О чем молчит Амазонка Бразильские истории Кто вам сказал, что реки не умеют говорить? Вот, например, широкая, глубокая и длинная-предлинная Амазонка Что течет по тропическим лесам Бразилии На своем веку настолько всего повидало, что, может быть, и вам расскажет Надо только хорошенько прислушаться Ведь не всякий расслышит сказку сквозь плеск и шепот воды Мне повезло, и Амазонка однажды поведала мне легенду О подарке небес Густая тропическая ночь окутала селение С певучим названием Иву-Улку Мужчины улеглись на шкуры Примостив луки и стрелы неподалеку Вставать ни свет ни заря Все должно быть под рукой Женщины укачали младенцев И приготовили на утро большие корзины Как мужья уйдут охотиться Они отправятся в лес за плодами и душистыми травами Угомонились и дети постарше Им завтра помогать взрослым ловить рыбу И прибирать в доме Ничто не нарушало покой селения Иву-Улку Певучи стрекотали разнообразные насекомые Неспящие бабочки шелестели крылышками Кружа над сочными листьями сладкой тропической травы Ее аромат был особенно густ по ночам Все это слышал маленький мальчик по имени Канги Ему не спалось И это было не в первый раз Канги любил мечтать Бывало, крикнут ему соседские мальчишки Пойдем играть в мяч Пойдем играть в мяч по-португальски В те времена дети играли в мячи и обручи Многие игрушки были самодельными Пойдем же играть, Канги Выходи, доносилось с улицы Но Канги редко гонял мяч с ребятами Он был другим Он часами мог смотреть, как мать Месит глину или шьет одежду Ловко орудая иголкой А по вечерам сидел под деревом И наблюдал, как причудливые плоды Падают светом И не успев долететь до земли Лопаются от спелости Ну, вот такой уж был этот мальчик Канги Ночь была в самой середине Хороводы звезд и звездочек Высыпали стайками на небо Кружась вокруг папаши месяца Тот, улыбаясь в седую бороду, наставлял Осторожнее, детки мои ясные Всех вас люблю Дорожу вами Не заигрывайтесь, а то упадете на землю Так и случилось Заигралась младшенькая звездочка В прятке с сестрами И свалилась на землю Свет от нее Разлился далеко вокруг Увидел это мальчик-мечтатель Канги И побежал к ней со всех ног Звездочка с удивлением смотрела по сторонам С неба земля представлялась ей совершенно другой Вдруг она услышала Кто ты? Как тебя зовут? Как тебя зовут? По-португальски Кому си шэмэ? Так вы можете спросить, когда хотите с кем-нибудь познакомиться Как тебя зовут? Кому си шэмэ? Как меня зовут? Переспросила небесная гостья Белая звезда А я Канги Поклонился мальчик Наверное, тебя надо вернуть на небо Как тебе помочь? Боюсь, милый Канги, уже никак С земли на небо не возвращаются А что же ты будешь делать на земле? Ведь звезде место там, наверху Надо что-нибудь придумать И Канги начал размышлять Сначала он хотел помочь белой звезде забраться на дерево Но потом испугался, что озорные мартышки будут ее беспокоить Может быть, ей жить на опушке леса? Но стада диких бизонов наверняка затопчут Такую красоту Наконец он придумал Вот где белая звезда будет в безопасности Наутро мать Канги не обнаружила его дома И бросилась на поиски Мальчик безмятежно спал на берегу А посредине гладкого, как блюда, озера Цвела огромная белая лилия Вот так подарок Подарок Презенте Слово созвучно русскому презент, что тоже означает подарок Вот так подарок Подумала мать Это подарок с неба Проснувшись, сказал Канги Но откуда она тут взялась? Спросила мать И Канги рассказал обо всем, что случилось ночью Никто не знает, так ли это Или, может быть, мечтатель Канги все придумал Но даже если так Получилось Очень красиво Не правда ли? Повторяем Запоминаем Познакомиться в Бразилии можно так Комус и Шэмэ Что означает, как тебя зовут Пригласить поиграть в мяч можно следующим образом Вэм ужогара бола Пойдем, поиграем А подарок по-португальски будет Презенте Сказки народов мира О чем молчит Амазонка Бразильские истории